Всем привет, с вами снова я, и на этот раз, как и обещала, будет Молдоназар Озигин Ганэ. Честно, вообще без понятия, как переводится это название. Озигин Ганэ. Я что-то не посмотрела заранее и не перевела его. Поэтому, те, кто знает, пожалуйста, напишите мне перевод названия. Да, правильно сказала, перевод названия. Что-то уже все. Озигин Ганэ. По сути, такое что-то знакомое, да. Вот, как говорится, всегда я вот много слов слышу с татарского языка, по сути, да. Но перевод я не всех слов знаю. Ганэ, 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 ганэ. Что-то знакомое же. Ну, почему мне знакомо, я не могу вспомнить это слово. Короче, ладно, напишите мне перевод этой песни и будем смотреть ее, интересно. Потому что, опять-таки, очень много людей просили реакцию именно на эту песню. И клип, по сути, он вышел 16 сентября, что... Ой, тут так много написано в описании. Алматистскому городскому дому ветеранов. Понятно, что-то, видимо, про ветеранов будет. Ладно, глянем. Не знаю, не смотрела, но очень интересно. Поэтому поехали. Раз, два, три и смотрим. А вот почему про ветеранов говорят. Вот написано было. Понятно. Продолжается посадка на космолет, товарищ. Маршрут Москва-Зуна-Порт. Взлет с космотрома 4, в 12 часов. Пошел с Молдоназаром. Был такой клип дискотичный. Только не верю, что они сейчас в прошлое переместятся. Не понимаю, немножко не допирает до меня сучки пока. Это же это, да, баян или аккордеон. Я забывала, потому что у аккордеона вроде бы прямые клавиши, а у баяна именно вот такие вот нажимать надо. Не забираюсь в них. Какой-то сложный очень клип. Я ж права была. Ух, у меня ж мурашки пошли. Это получается до военное время, по сути, я показываю. Да? Молодые, счастливые. Пока девушка красивая, да, то есть. Она прям обнимается, пустына. Извините, да? Ну ладно. Ну хоть куда-нибудь. Только стоп сразу. Честно, что могу сказать. Фух. Клип очень сложный. Очень такой прям вот задушеберущий. И как я правильно вначале сказала, ну было такое ощущение, что они переместятся в прошлое. Так и получилось. По сути показывают, как я понимаю, дом престарелых, дом ветеранов, ну что-то вот такое в этом роде. Дом престарелых. У нас это называется дом престарелых. Показывают их и девушка, женщина, которая вспоминает своего мужа, как я понимаю, погибшего на войне, скорее всего, потому что у него на пиджаке ордера. Не знаю, какие именно, но какие-то ордера там у него есть. Поэтому, скорее всего, поэтому. Поэтому. Ух, уже все, уже все. Это уже просто край, наверное. Клип серьезно очень сложный. И тут я, когда смотрела клип, у меня высветилась табличка фильма в фильме. И я хочу посмотреть вот это тоже, чтобы понять, что о чем вообще речь и так далее. Поэтому это как бы не вся реакция. Реакция будет моя продолжаться. Скорее всего, может, я их даже соединю. Да, скорее всего, соединю. Поэтому, ладно, смотрим вместе со мной. Всем пока. Всех люблю. Пока. Как я и говорила в конце видео, скорее всего, я совмещу. Так и получилось. Поэтому смотрим Малдоназар Озигин Хана. Фильм о фильме. Интересно посмотреть. Удет 13 минут, поэтому наберите торпения. Вот, смотрим. И раз, два, три. Поехали. И приготовились. Паша. По команде начали. Хорошо будете делать? Вместе, вместе. Так стесняемся. Приготовились. Мотор. Камера. Начали. Мелодия такая красивая. Прямо мелодия нравится. Такие милые они. Мотор Мастрол Мотор. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Это очень сложно. Звук музыки, да, громче, чем их голоса, блин, неудобно. Кастинг. У нас главная героиня, вообще женщина, которая три года отсидела ребенком в концлагере. Она сама из Украины. Потом, по-моему, в 57-м году она приехала в Казахстан. И вот по сей день живет. Дэн престарелых? Дэн престарелых, да, и при этом она не потеряла радость жизни. Вы часто так танцуете? Нет. Не часто? Не часто. Дискотеки. Дискотеки. А, ну так я тоже не позыву, потому что... Дискотека-то часто. Вот же у нас хозяин. Это такой социальный ролик про детеранов, про бабушек, дедушек, которые там в доме престарелых живут и потом там застариваются, умирают в одиночестве. Мы хотим такое типа сделать, что вот посыл, что вот нужно за своими стариками заботиться. Я с этим полностью согласен, серьезно. У меня две бабушки, я просто не представляю, как их можно отдать до престарелых. В истории все старые люди начинают где-то там танцевать. Вообще, они просто... В этот момент кто-то в песни играет. Военнисты начинают. Как можно свою крови, свою... Дедушке я несу и вспоминаю прошлое и переносится, короче. Вы типа молодые. А вы, давайте, постановитесь молодые. Сейчас. Начинаем. Как рубиться? Да. Медленнее, потом медленнее. Так долго не было. Ух, у меня слезы на глазах, серьезно. И ты спокойно. А че, пойдем потанцуй. Ну давай. А че? Ну, ты спу. Нет, это тяжело. Давай, пойдем. Давай, пойдем. Побольше бы таких этих снимали, было интересно смотреть, потому что... И немножко дебаты с Маликом. Потому что у нас есть военная форма и есть обычный бюджет, на котором будут медали. Вот. И мы подумали, что если он будет в военном костюме, то это как будто бы он умер солдатом. А если он будет в обычном бюджете, то это как будто они вместе пришли в дом престарелых, и он умер, и теперь вообще грустно. Вот. Понятно. Я даже неправильно поняла, что на самом деле он не у его солдатом, а просто... эээ.... И вот это... Как его он понимает? Реквизиторска? Реквизиторска Ана Сантаева, который согласился нам помочь. И мы просто безмерно счастливы, что мы можем здесь немножко похозяйничать. Оказывается, его собирали три года, здесь очень много всего. Это медицинская часть нашего актового зала. Здесь будут сидеть медбратья, которые будут следить за порядком и оказывать какую-то медицинскую помощь. Наша задача отрастать. Нам надо расставить мебель. О, я люблю его произведение. Я думаю, что этот клип затронет сердца многих. Да. Должен, по крайней мере. Ну, насколько я, когда рассказывали сценарий, ну, меня очень тронуло это. Меня зовут, что ли? Все сами делают. Представляете, да, как это? Ужас просто. Пушкин. Портрет Пушкина. Потом я сделаю кавер на эту песню. Будет сложно, но будет интересно. Да, на самом деле, это, конечно, очень сложно. Сегодня все работают от души, с энтузиазмом. Хотела бы я так работать, потому что работа просто мечты, вот, серьезно. Мы приехали. Здравствуйте. Мне всех этих манейк, мы сразу своих вспоминаем. Они, конечно, они живы, да, слава богу, они сейчас живы. Ну, как оставить, может, дом престарелых, своих, вот, уху. Пойдемте, 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 пойдемте. Я идти не могу. Давайте, давайте, можете, можете. Вы все можете. Не могу. Я идти не могу. И вот так вот обняют. Родные у меня в 33-м голодовку поумирали, я и не помню. Не было. Я еще в школу не ходила. В 33-м же была у нас голодовка, она в Украине. И я их и не помню, где они похоронили, и когда поумирали. И я, в общем, одна прожила всю жизнь. Так, пошла, пошла, пошла. Когда зашли немцы, в 41-м, до 42-м мы еще бегали, прятались по окопам, по все. А в 42-м они, даже, да, в деревне, сказали привезти всех детей. Вот я бы знала, хоть мам бы взяла фотографию, вы хоть сфотографировали. Вот таких. И матеря, по двое детей там кричали. Я вам сказать не могу. Я вот это все запомнила. Ну, двое детей вот таких отдать, неизвестно куда. Ты что, соображаешь? Да. Камера есть. И начали. Идем, 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 заходим, заходим. В 98-м году тоже по состоянию здоровья я выехала к дочери, так как за мной нужен был уход. А потом я жила 15 лет в Украине, а тут началась война в Украине. И я, так как у меня гражданство в Казахстане, я не меняла гражданство, вернулась сюда. Ну, а здесь у меня ничего нету, ни квартиры, никого. Да. Ну, а так, самое главное, что вот, может быть, как-то получится, что я все-таки смогу. Я уже 18 лет не видела детей. Вот мне бы хоть их увидеть, обнять, поцеловать. Это ужасно, серьезно, я не знаю, мы просто плюстаем по степечку. Кого любишь? Жизнь, а меня любишь. Жизнь. Я думал, меня любишь. Иди вон, деда, к себе. Все, там уже капитал. Пойдемте, 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 пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Ну, ты мне, Рома, помог мне. Просто как можно своих, вот, уф. И, начали. Так, брат, ты оботалкиваешься. Яна, сильно зажми, как-то. Начали, она зажимается, ты уже оставляешь. Изначально у Малика была идея поднять вопрос именно одиночества стариков, поднять вопрос заботы о стариках. Поэтому, я думаю, этот клип должен тронуть много сердец. Мы на это надеемся. И все мы задумаемся о том, чтобы о стариках нужно заботиться. Потому что они всю свою жизнь, всю свою молодость посвятили тому, чтобы мы жили спокойно, мы жили счастливо в мире и согласии. Не будь их, не было бы и нас. Поэтому мы должны о них заботиться. В этом вся суть. Все, все готовится. Все, есть. КОНЕЦ Просто вот вы Видите, что у меня просто С лицом творится Я не знаю, сколько я сейчас успокаиваться буду Поэтому видео остановить не хочу Потому что это очень сложно сейчас будет Да блин, это серьезно Это В конце видео Они правильно сказали то, что То, что сейчас очень мало Они подарили Старики, как бы скажем Ветераны, они подарили нам жизнь Они просто Своими силами, своими руками Защищали нашу страну Как бы скажем На тот момент у нас страна была общая с Казахстаном Поэтому я говорю нашу страну Не защищали нашу родину Сейчас я всегда смотрю фильмы о войне А именно вот такие вот фильмы Когда они вспоминают сами Я всегда плачу Просто ты мне объясни словами серьезно Потому что у меня вот сейчас братишка растет И он Понимаете, он не знает Я братик, он не будет знать Кто такие ветераны Потому что Каждый раз 9 мая, когда у нас проходит День Победы В принципе, и в вашей стране По сути тоже Как бы, да, должен Не знаю, честно не буду Говорить Показывают ветеранов Их просто на глазах Становит все меньше и меньше Каждый раз говорят то, что кто-то умер Не помню, сколько последний раз число было Но остается очень-очень мало Я просто рада серьезно То, что вот Мое поколение 97-й год Как бы не постарше Ну, младше меня Мы еще застали этот период Когда Мы видели ветеранов Которые на самом деле Пережили вот эту вот войну Это очень сложно Серьезно Когда они умрут Наши дети Братишки Сестренки остальные Будут знать только об этом По каким-то видеозаписям И все Я лично глазами Я видела Как бы ветеранов Да, я подходила Я с ними здоровалась У нас каждый раз Проходят митинги Поэтому это очень сложно Многих-многих ветеранов Серьезно Скажем Со времен войны У них просто Вся грудь В ротинах В медалях Они это заслуживают Потому что Они своими Собственными руками Своими силами Просто открыли нам Мир, счастье Как бы да И Как вы видите Россию и Казахстан В принципе Хоть Как бы там Кто-то воюет Где-то Мы живем мирно У нас Белое, чистое Глубое небо Тут головой Все есть Живем в достатке Одежды, вещи Там не знаю Просто все Захотелось Захотелось Летать Куда-то Полетел И так далее Не понимаю Зачем эти войны Нужны Зачем Все это Общие люди делают Это просто Это серьезно Это очень Сложно Потому что Знаете Та же Вот есть Ролик В интернете Он везде ходит На ютубе Да Люди Узнают О своей национации Получается Кто они На самом деле В начале ролика Они все говорят Что да Я допустим Я англичанин Я часто Кроме англичанин Я не люблю германцев И так далее Не люблю я их Все Другие говорят Я вот там С Ирака С Ирана Я вот не люблю Тех-то Тех-то Ну вот так По-разному Все говорят А когда потом Делают тест ДНК Когда Посмотрят Как ДНК У них вообще Откуда бралась Половина людей Просто Если так посмотреть Мы с вами Нечистые нации Понимаете Может быть у меня В роду В каком-нибудь там Поколении Не знаю Где-нибудь Там вообще У меня тогда Даже не было У меня может быть Там вообще есть Кто-нибудь из Казах Ну как бы То же самое Как казахи Может есть поколение Может еще Может у меня в поколении Есть какие-нибудь Американцы Там не знаю Из Чехии Люди Честно не знаю И по сути Всегда так Чистокровных Чистокровных Как я говорила Чистокровных Людей Как бы да Вот Чистокровной нации По сути нету Потому что мы все равно как-то все связаны Да блин, даже самая главность так подумать Я даже вот, не знаю, все сначала жили на одном континенте, на одном материке Потом только материк разделился, и люди начали осваивать другое И начали жить в разных местах Мы сделаны вот из одного, понимаете, вот я не знаю как это объяснить Это просто, это не донести серьезно Если бы люди, все люди в мире знали то, что, блин, у них есть хоть там процентов 5 Другое учить, крови, да, не было бы вон, не было бы вот этого Я не понимаю, зачем все это надо, просто Вот этот клип, он Я впервые так сильно плачу, серьезно, да еще и на камеру, чтобы Это просто, это вот не описать словами, как это сложно, тяжело И, пожалуйста, не знаю, не оставляйте стариков, не надо У меня в университете есть девочка Она ездит с волонтерами специально в дом престарелых Она там смотрит за пожилыми людьми, получается Они всегда, они выступают с концертами Ну, всегда что-то, ну, какая благотворительность у них идет Мне сделать просто это от чистого сердца Я ни разу с ней не ездила, но, блин, у нее очень сильно охота Просто не было времени и возможности на самом деле Если у вас, в вашей семье, есть такие люди, которые живут в доме престарелых Вы не можете взять к себе домой, там, сложная жизненная ситуация и так далее Но вы хотя бы просто навещайте Дайте им стимул жить, прожить чуть больше, чем они сейчас есть Потому что, как обычно бывает, когда человек умирает И сразу понимает, каким он был хорошим, настоящим, искренним, заботливым и так далее Когда человек живой, он никому, в принципе, не нужен Как я говорила, у меня две нынки И иншаллах, они у меня еще долго будут жить У меня один дедушка, другой дедушка умер Я еще маленькая была Я его вообще не видела Я просто мечтаю о том, чтобы мой дедушка Жил до того момента, пока я не рожу детей Чтобы мои дети его увидели Чтобы он даже на своих правнуков Потому что это просто Сложно, серьезно, я не знаю, все, я уже не могу Я буду прощаться, потому что сейчас я просто могу час плакать Даже если я не больше на камеру Вспоминаю все, что не надо, в принципе, вспоминать и так далее Чтобы все всплывало Я буду с вами прощаться, всем пока Всех вас очень сильно люблю Спасибо, что клип этот порекомендовали Буду остывать и буду приходить к себе Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok